Всем привет! В этом уроке хочу немного рассказать про свой графический планшет. Он самый обыкновенный и простой в линейке планшетов от Wacom. Wacom это производитель графических планшетов, это лучшая фирма, производитель для иллюстраторов. И, конечно, есть варианты различные, но мне кажется, что это просто, знаете, как испокон веков традиции передаются, то, что иллюстраторы рисуют именно на этих планшетах. Я выбрала самую бюджетную модель. Когда я ее покупала, она стоила около 4000 рублей. И выглядит это вот так. Смотрите, у меня здесь шнур. Это основной шнур от планшета. И я купила еще вот такой удлинитель, который помогает мне подсоединить планшет к ноутбуку. И там как-то удобно его размещать. Здесь растягивается до полутора метров этот USB соединитель. И это очень удобно. Это реально классное приобретение. Причем он там стоил 150 рублей. Потому что становится легче работать. Но представьте, если на таком коротеньком шнурочке подсоединить к ноутбуку, ну прям очень ограничено поле для действий и передвижений. То есть вот это я рекомендую. И еще сразу при покупке я наклеила такую пленку. Если вы присмотритесь, она криво отрезана. Это все так и есть. Потому что я ее отрезала сама и приклеивала. Приклеивала я ее по границам рабочей области. Здесь, может не сильно видно, здесь есть такие отметочки беленькие по границам области. И я вот как раз по этим границам и приклеила пленку. Для чего? Когда мы рисуем планшетом, вот эта поверхность, она шершавая. Для чего это нужно? Когда мы рисуем с помощью стилуса, да, и мы как-то взаимодействуем с шершавой поверхностью, то она стирает сам вот этот вот стерженечек. У меня за несколько лет он практически не стерся. И есть там в комплекте, по-моему, три запасных стержня. Если вы рисуете просто вот по такой поверхности без пленки, то эти стержни, они очень быстро стираются. Это специально сделано, мне кажется, для того, чтобы быстрее менялись расходники. Но объясняется это тем, что так удобнее для художника чувствовать вот этот вот нажим, эту бумагу. Но я прекрасно и по пленке все чувствую. И мне гораздо это удобнее, это безопаснее для самой поверхности. То есть пленку можно всегда поменять. И у меня это, по-моему, пленка. Мне кажется, матовая, но может быть и глянцевая. Мне кажется, матовая. И я ее сразу наклеила. Купила я пленку, которая называлась просто для какого-то планшета. То есть не графического, а обычного. И обрезала под размер под нужный. Покупала в Ашане рублей за 100. То есть это такой небольшой набор, который мне помогает рисовать мои рисунки, обрабатывать с помощью графического планшета. И особых характеристик тут нет. Тут нет никаких кнопок. Этот экран не сенсорный. Это просто поверхность. Вот эта рабочая поверхность, она маленькая. Это размер Small. Есть Medium и Large. Это более большой, средний размер. Но мне было достаточно такого размера. Кто-то любит побольше. Здесь уже, конечно, все индивидуально вы можете выбирать. Мне подошел такой размер. И я, в принципе, им довольна. Он довольно мобильный. И можно работать. То есть я с ноутбуком работаю, где мне захочется. Тут, в принципе, больше никаких функций нет. Устанавливается драйвер на ноутбук. И все, на том и заканчивается. И дальше вы уже работаете. С помощью планшета я вырезаю элементы в фотошопе. Убираю фон. Я чищу векторные работы после трассировки. Я рисовала вектор с помощью планшета. То есть, в принципе, это очень важная и нужная вещь. Но если вы только начинаете. И вы только задумываетесь о том, нужен ли вам планшет или не нужен. И не готовы сейчас выделить какую-то сумму денег на покупку. То вы можете, в принципе, работать и мышкой. То есть, убирать какие-то неровности. Или вырезать с помощью пера акварель в фотошопе. Это можно делать с помощью мышки. То есть, смотрите по вашим желаниям, возможностям. Но я рекомендую эту модель. Конечно, вы можете поизучать, какие есть другие модели. Может, вы захотите купить какой-то другой планшет. Но вот в соотношении цена-качество, вакомовские планшеты очень классные. Дальше уже идут вакомовские планшеты, которые с сенсорным экраном, на которых можно рисовать. Но они подсоединяются к ноутбуку. И все равно изображение передается в фотошоп или в иллюстратор. То есть, вы все равно с ним не будете мобильны. А стоят они довольно дорого. Там под 100 тысяч, по-моему. Но когда я изучала этот вопрос, стоили, может быть, сейчас даже и дороже. То есть, я бы, например, для такой работы, когда нужен сенсорный экран. То есть, если вы хотите как будто на бумаге сразу рисовать и видеть то, что у вас получается, я бы лучше выбрала iPad. Он более бюджетен по стоимости, гораздо удобнее. И вы можете с ним работать где угодно, не обязательно подсоединяться к компьютеру. Там есть все программы для рисования. В целом, все рассказала. Если у вас появятся какие-то вопросы по выбору планшета, задавайте. Я обязательно на них отвечу. И жду вас в следующем уроке. До новых встреч. Пока-пока.